Валерий Седов Сегодня Госпошнадзор отмечает юбилей. Ровно 95 лет назад, 18 июля 1927 года, законодательно были закреплены функции по руководству, контролю и надзору за состоянием пожарной охраны и деятельности пожарных организаций. Дату отметили с размахом. В строю люди как в форме, так и в гражданском. На первый взгляд картина необычная, однако делают все общее дело, борются с пожарами. Но не просто ликвидируют их, а стараются предотвратить. Благодаря плодотворному труду, компетенции, глубоким знаниям, грамотным подходом к делу, сотрудники пожарного надзора вносят большой вклад в освещение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в различном характере. За каждым успехом в вопросах выявления возможных рисков, обеспечив пожарной безопасности, повышение ответственности, сознательности граждан стоит ваша энергичная деятельность. Работа государственного пожарного надзора может глазу и не видна. Легче заметить несущийся автомобиль МЧС с включенными проблесковыми маячками. Однако за ведомство говорят цифры. В этом году пожаров стало меньше на треть. На убыль пошло и количество погибших при возгораниях на 10%. Нашим сотрудникам, которые занимаются тушением пожаров, всегда желают сухих руководителей. А я хочу пожелать своевременно, правильно принятых решений. Потому что каждая вами поставленная подпись, она отражается на судьбе наших жителей и на судьбе того, кто ее поставил. Сегодня Госпожнадзор – мощная и эффективная система предупреждения и профилактики пожаров. Ведомство реализует меры по защите населения и материальных ценностей от огня. Под особым контролем у 81 человека, а именно столько сотрудников трудятся ежедневно, объекты с массовым пребыванием людей – важнейшее направление пропаганда пожарной безопасности. И за сотни мероприятий удается предотвратить до тысячи пожаров, говорит статистика. А это уже серьезный показатель. В торговом центре М5МОЛ появился не совсем обычный МФЦ. Однако услуги, которые он оказывает, уже что-то совсем новое. Полное сопровождение по линии ГИБДД. Подробности в нашем следующем материале. Свою ласточку на смотровую площадку Виктор привез одним из первых. Заранее записался через госуслуги, получил смс-подтверждение, и вот он уже на месте, еще до открытия самой площадки. Рядом еще три водителя. Очередей нет, все быстро и удобно, говорят они. Тем более, что место новое для водителей еще непривычное. Но это пока новость об открытии нового МФЦ с доп. услугами не облетела весь город. Здесь будет осуществляться, как и выдача и замена водительских удостоверений, так же и полный спектр услуг по регистрации транспортных средств. Вот если раньше все регистрационные действия с транспортными средствами осуществлялись у нас в городе Рязани по адресу Солнечный 1, то теперь здесь полный комплекс, вместе включающий в себя и площадку осмотра транспортных средств. Новое МФЦ получил прописку в торговом центре М5МОЛ. Площадка для осмотра авто снаружи, рядом со зданием. Так что ходить далеко не надо. МФЦ построен в первую очередь для жителей Забайкальской, поселков Дягилева и Элеватор. Это в приоритете. А так клиентом может стать любой. Если еще посмотреть оценку комфортности предоставления услуг, то она очень близко равна к 100%. Но это не значит, что мы не будем дальше работать над развитием нашей сети. Как раз это отделение тому подтверждение. Во-первых, здесь удобно одновременные покупки совершать и услуги получить. Этот МФЦ стал 146-м в регионе. В каждом из них сегодня оказывают до 380 муниципальных и государственных услуг. В этом на парочку больше. Услуги по линии госавтоинспекции – это новшество не только для региона, но и для страны в целом. У ГАИшного МФЦ в России всего двое собратьев. Работает центр теперь ежедневно, включая выходные. А вот на услугу по регистрации авто нужно будет записаться предварительно на сайте или по телефону. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. В филиале ресурсного центра «Дом ТОС» на Михайловском шоссе и приемные депутаты Рязанской городской думы руководители структурных подразделений мэрии встретились с жителями города. Мероприятие снова прошло в формате «Одно окно». Без предварительной записи. На сейчас эти все участки, да, они в назначении хорошим парком, но до конца этого не оформлен парк. Вот что нужно для того, чтобы официально было постановление главы администрации, что оформлен парк военном городке Дягилева. Границы территории, их благоустройство, включая Костровы, а также коммунальные вопросы – основа всех обращений жителей в режиме одного окна. Прямо на месте, без предварительной записи, рязанцы обращались в управление благоустройства, энергетики и ЖКХ, транспорта и в управление по делам территории по железнодорожному району. Ответы, как и в прошлый раз, у руководителей подразделений хозяйственного блока были. Вот ручеек у нас течет. Какой? Дикой, я бы слышал, ССС-145. Паника его сейчас назвали, мы сроду не знаем, теперь знаем. Паника. Паника. Паника, да, об его паникой. И его чистили два раза. Начали косить и говорят, мы у вас тут косить не будем, у нас косы ломаются, ну потому что там и камни, и вот ведра, и шины, все подряд. Почему вот сразу не вывезли, надо было бы все счистить это, а косить я тоже там не буду. На прием пришли более 30 активистов, количество вопросов от них прозвучало почти рекордное, 200. Говорили об асфальтировании дорог и дворовых территорий, участии в программах по благоустройству, транспортном обслуживании, ну и, конечно, взаимодействии с управляющими компаниями. В этом районе ответы получили все, кто обратился. Следующий пункт назначения выездного приема чиновников – Московский район. Перенос даты празднования Дня города и несколько кадровых перестановок в администрации стали главными темами обсуждения депутатов Рязанской городской думы. Это было последнее заседание депутатов перед отпуском. Подробности далее. Вопрос о дате Дня города был одним из основных в повестке. День этот всегда разный, депутаты Рязанской городской думы определяют его ситуативно. Вот и на этот раз дату приурочили к окончанию масштабного форума древних городов, который пройдет в Рязани в августе. А значит, привлечет еще больше зрителей. Торжества в этом году пройдут на улице Почтовой, в Кремлевском сквере, на Лыбецком бульваре, в лесопарке и центральных парках отдыха. Проектом решения предлагается установить дату празднования в 2022 году Дня города – 27 августа. Вопрос был рассмотрен на заседании комитета. Принято положительное решение. Еще один вопрос кадровый об упразднении должности заместителя главы администрации вынесли за официальный список повестки. Проект решения предусматривал ликвидацию должности куратора управления капстроительства и архитектуры. Его функционал распределят между оставшимися замами. Одновременно предлагается управлению капитального строительства ввести в подчинение заместителю главы администрации, курирующему управлению благоустройством города, управлению транспортом и управлению жилищно-коммунального хозяйства. Управление градостроительства и архитектуры предлагается ввести в подчинение заместителю главы администрации, к курирующему финансово-казначейскому управлению, управлению экономикой и цифрового развития. Сокращение количества замов – это оптимизация расходов бюджета. Об этом было сказано прямо, и работа в этом направлении будет продолжена, поэтапно. Решение поддержали практически единогласно, при двух воздержавшихся. Городской пейзаж, как живописный жанр, художники воспринимают весьма аккуратно. Динамику и кипящую жизнь чаще изображают современные акварелисты, ведь сама краска в движении. А вот художница, чья выставка открылась на днях, в холле Приобанка пишет «Состояние». Состояние города в тот или иной миг. Частенько на полотнах художницы можно увидеть сумерки. И это состояние – тишина, уют, горящие огни в окнах и мерцание фонарей, умиротворяющее и наполняющее спокойствие. На других – медитативные и добрые сюжеты. Дом шар, грядущий осень и травы – это одни из моих самых любимых работ. Дом шарф для меня означает такой дом, который своим теплом и уютом согреет людей, которые будут в нем жить. Травы – это скорее такая медитативная картина. Дом как вместилище человека. Все равно, что тело – вместилище души. И дом в данном случае медитирует. Он находится в единении с природой, а не противопоставляется. И находится в состоянии такого равновесия. Каждый видит город по-своему. Для кого-то это убийственный ритм и пугающие технологии. Но на картинах Ольги – дружелюбная среда. Куда ни посмотришь, везде такая красота. Мне очень нравятся новостройки. Потому что для меня они символизируют духовный рост человека, развитие цивилизации. Выставка объединила работы разных лет на полотнах реальные виды реальных городов. Рязани, Самары, Димитровграда. Для выражения своей мысли авторы используют маслом и стихин, арголит. Как и многие, творческий путь художница начинала с реализма, но не увидела в этом смысла. А вот ее нынешний стиль легко узнаваем и аутентичен. Из этих картин нам улыбаются добрые дома, окутывают сумерками вечерняя улица и подмигивают горящие глаза многоэтажек. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанский стадион «Локомотив» принял футбольный турнир в памяти заслуженного тренера Евгения Моченова. На поле вышли его воспитанники – игроки прошлого и настоящего. Причем на этот раз команд набралось практически на полноценный чемпионат. О вкладе Евгения Моченова в воспитание мальчишек и чем все это закончилось – Максим Васильев. Если бы этого человека не было, его нужно было бы придумать. Евгений Моченов для рязанских мальчишек был не просто тренером, а если хотите, вторым отцом. Многих ребят он увлек футболом и подарил им, по сути, путевку в жизнь. Как вспоминает сегодня сын Евгения Моченова, Дмитрий, отец был ярым болельщиком московского «Спартака», но на поле игровую модель всегда выстраивал свою. Футбол – это его вся жизнь была. Он даже вот говорил, если не футбол, то я неизвестно бы, куда попал по жизни. Хорошо, что он столько воспитал для города Рязани, для России. И память о нем всегда будет в жизни. Игровой и отдающий себя без остатка вспоминают о нем сегодня ветераны, те, кто играл вместе с ним в великой хайсановской команде. Те, кто помладше, говорят о безусловном тренерском таланте. Евгений Алексеевич Моченов был первоклассным детским тренером, он имел талант воспитывать не только хороших футболистов, но и хороших, добрых, порядочных людей. В его команде играли, не играли хулиганы, таких просто не держалось в команде. Никто не курил, никакого гнилого слова не было слышно. Была строгая дисциплина, форма у всех была выглажена, резиночки под гетро были сделаны. И благодаря дисциплине, такому тренерскому таланту, его воспитанники, вы можете посмотреть, многие сейчас здесь, многие достойные люди в городе Рязани, спортсмены и просто добрые люди. Если же говорить о самом турнире, то в этом году команд стало 10 по 5 взрослых и юниорских, то есть два полноценных дивизиона. У мужчин все было более-менее предсказуемо. Явный фаворит, сам электрон катком прошелся по всем соперникам. Полное доминирование. Именно этого когда-то на поле требовал от своих воспитанников Евгений Моченов. И своим тотальным превосходством электронщики, получается, отдали дань памяти великого для Рязани тренера. У юношей тем временем страсти разгорались нешуточные. Мальчишки на поле не щадили ни себя, ни своих оппонентов. При этом не забывая устраивать голевую феерию. Звезда, олимпиец, золотые купола. На поле рязанского локомотива вышли сильнейшие юниоры области. Минимум разгромов, максимум самоотдачи. И в итоге вот эти ребята в тигровой красно-черной форме первое. Золотые купола оправдали название. Турнир имени Евгения Моченова – это инициатива его воспитанников. Андрея Тишкова, Александра Макунина, Александра Кытина. Организаторы, кстати, собрали свою команду. Торпеда Сам 83-84 в тройку не попали, но это уже не важно. Обычно так и поступают радушные и гостеприимные хозяева футбольного праздника. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин